Воспитанники Курганской детской музыкальной школы номер 3, постоянные участники и лауреаты конкурсов различных уровней, от местных до международных. В их копилке уже немало наград и достижений. Конечно, это заслуги творческого коллектива, который работает в данной музыкальной школе. Сегодняшний день здесь обучаются свыше 700 учеников. Со дня основания нашей Курганской области культура стояла во главе УГО и в канун празднования 72-летия нашей области мы проводим ряд мероприятий, в том числе и культурной направленности. Устроив мини-концерт из пяти номеров с участием лучших воспитанников, школа поздравила область с ее 72-м днем рождения. Я думаю, мы можем пожелать Курганской области, что хоть это и маленькая область, но она наша родная и любимая. Мы желаем ей дальнейшего процветания и совершенствования. Как и на любом празднике, не обошлось без подарков. Алексей Кокорин вручил в школе сувенир с символикой Курганской области и сертификат на 60 тысяч рублей. Я считаю, наша музыкальная школа очень достойная этого концерта. В нашей школе есть действительно талантливые дети, как и в других школах, конечно. Мы очень рады, что губернатор выбрал нашу школу. Это большая честь для нас. Мы очень волновались перед концертом, но кажется, у нас все хорошо получилось. Алексей Геннадьевич тоже не ушел с пустыми руками. Вокальная группа, которая в минувшем году стала частью детского хора России на Олимпийских играх в Сочи, подарила губернатору фотоколлаж с лучшими моментами своей жизни в 2014 году. Лариса Драгункина, Валерия Мельникова, Глеб Печорских, Лидия Когородцева. Информационное агентство Курганру.